Сегодня в средствах массовой информации прозвучала информация о том, что Украина возбудила уголовное дело против заместителя министра вооружённой силы Российской Федерации за дебальство, за ту спецоперацию на территории Украины, которую проводили российские войска. Это очевидно один из примеров того, что может делать украинская власть. Очевидно, что на территории Крыма по всем международным законам действует юрисдикция Украины. То, что на территории Крыма какие-то непонятные власти, которые назвали себя властью этого поповства Украины, неотъемлемой частью Украины, проводят обыски, задерживают людей от абсолютно незаконной действий. Соответственно, они требуют юридической оценки и, соответственно, возбуждения уголовных дел против тех или иных лиц, которые в этом задействованы. Поэтому я думаю, что вот эти примеры, они очень правильно, их надо использовать в Украинской Федерации. Плюс надо, очевидно, что делать серьёзное заявление нашим МЗС, Министерству за городом и справ, необходимо писать и в Организацию Объединенных Наций, и в Европейский Союз. И просить наших международных партнёров продолжать и усиливать санкции против и Российской Федерации, и против конкретных лиц этого государства. То есть, так как у Украины нет прямого доступа в Крым, сегодня одна из основных задач – это информирование, правильно? Это информирование и это действие в юридической плоскости наших властей. Да, я почему спросила, потому что вот вчера во время этих обысков мы находились в прямом эфире, и в прямом эфире показывали стрим происходящего, показывали стрим из-под здания оккупационного суда, где избирали меру пресечения всем задержанным, да, то есть мы освещали все события, которые происходили вчера на территории полуострова. И тем временем, таким образом, информируя сегодня общество, правильно? И вот тем временем мы видим, как правительство Украины сегодня лишает телеканала АТР финансирования, фактически оставляя его на грани существования. Телеканал АТР, который является голосом Крыма и ежедневно говорит о тех репрессиях, которые происходят на территории полуострова. Вот как это понимать? Как вы это воспринимаете? Ну, я воспринимаю как позицию украинской власти, либо же недоразумение, которое есть то ли от неопытности, то ли по какому-то недосмотру конкретно чиновников украинской власти. Я считаю, что должно быть хотя бы какое-то заявление украинского парламента. Очевидно, что украинский парламент недавно делал заявление о покупации Крыма. Недавно украинский парламент делал заявление о Майдане, признании его исторической ценности для истории независимой Украины. И, соответственно, конкретные по судове особо в украинской власти должны будут принимать решение, если Европейский Союз, делая какие-то заявления о положительных действиях украинской власти, говорит о том, что есть обеспокоенность по нескольким моментам. И один из моментов говорит о поддержке коренных народов и вызывает обеспокоенность то, что телеканал АТР, единственный телеканал коренного народа Крыма, не имеет поддержки государства Украины в тех условиях, которые сложились. Но я думаю, что государство Украина на это должно обращать внимание. И пересматривать бюджет, действительно исправлять эту ошибку, потому что ошибка по государству Украины и исполнительной власти не поддерживает телеканал АТР, единственный телеканал коренного населения Крыма, неотъемлемой частью Украины. Пане Дмитри, я ось дуже добре, що ви зауважили про це. Я просто хочу нагадати всім виглядачам, що у статті 60 резолюції Європейского парламента про асоціацію ЄС з Україною від 11 лютого цього року прямо зазначено, що там навіть не так, навіть не стурбово, вони навіть не хвилюються, а вони пишуть прямо. Європейский союз не полягає на том, щоб держава Україна підтримувала технічний, фінансово-технічний, кроме того, татарский канал АТР, ми там позначені просто прямо, і забезпечити повну можливість умовлення тощо. Тобто там є просто, ну, майже директивна вказівка, так, від наших партнерів. Ми ж намагаємося стати частиною Європейського союзу, да, в майбутньому. Але ж, осіб правильно кажете, що має відреагувати парламент. Наш парламент не реагує, він робить вигляд, що нічого не відбувається. І там європейські парламентарі, вони вимагають створення сталого механізму підтримки. Тобто, ні такого, що ми кожен рок ми то відкриваємось, то закриваємось, то вимушені там закривати студії ціли, там, новини скорочувати, то до мініума, як зараз, доходити до того, що просто там не сьогодні чи завтра нас відключать від супутників тощо, да. Тобто, це не робота, так не працюють, да, і Євросоюз про це прямо сказав. Але жодні реакції немає. Ані з боку парламенту, ані з боку, ані навіть з боку уряду є реакції. Вони повторюють те, що ми маємо йти на якийсь конкурс на ті гроші, які вони самі перетворили з дотації на послуги міністерства. Ми маємо, на їхню думку, йти на цей конкурс. Хоча вони дуже добре знають, що більшість наших розходів, да, це не конкурсні речі, це оренда приміщення з обладнанням, це по конкурсу ніяк не, ці гроші не оформиш, так? І також це супутні мовлення на Крим і на відсвіт. Це теж не конкурсне питання, але ж вони брешуть і брешуть і брешуть. І вже відмовилися від участі в тому фейковому, вигодному конкурсі такі там структури, як там Кримреалії, як Суспільне телебачення, все, да. Але вони ж наполягають на тому, що все буде або так, або ніяк. І ми вчора, може ви чули, ми вимушені були просто, ну це немає діалогу, жодного немає пропозицій, крім того, що буде так, як ми сказали, а ми вважаємо це просто незаконно спочатку. І ми вимушені були звернутися вчора до президенту уряду та сейму Литовської республіки, просто з проханням підтримати нас всі складні часи, ну принаймні, допоки держава України, уряд України, там Рада, Верховна Рада України не вибудує той самий сталий механізм підтримки, так, нашого телеканалу. Ось в такій ситуації опинилися. Що ви про це думаєте? Ну, Айдер, окрім того, що ви сказали, в цій статті 60 Європейського парламенту взагалі є заклик України у прийняття закону про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про внесення навіть праву до Конституції для розміння національної територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України. Ну, фактично, фактично, говориться про те і дається підказка того, як треба зробити так, щоб потім не виникало ніяких питань про конкурси, про які... Так я про те і кажу, але же, Дмитре, якщо вони брешуть і впорото просто наполягають на тому, щоб цей фейк створити з нами, да, і навіть після резолюції Європарламенту, це просто, як на мене, ознака того, що вірити конкретно, ось конкретно цим чиновникам точно вже не можна. Ну, я не вірю просто. Як можна довіряти таким людям, які брешуть відверто і просто посилають на всі літери наших європейських партнерів. Я вже не кажу про корінний народ Криму в окупації. Це просто жахлива моральна справа, на мій погляд. Ну, я вважаю, що, дійсно, це питання національного інтересу України. Крим є невід'ємною частиною України, яка зараз під окупацією Російською Федерацією. Інформаційна складова є надзвичайно важливою складовою в інформаційній, точніше, гібридній війні Російської Федерації проти України. І не використовувати інформаційний просьб як частина оборони національних інтересів і загалом України просто неможливо. Бачить, коли ми говоримо про цільовий телеканал Кримсько-татарського народу, який є єдиний слід, наскільки я розумію, який Україна, ну, просто зобов'язана навіть не з моральної точки зору, а з раціональної точки зору захистів і національних інтересів, і від коні територіальної цілісності України. А чому туди так відбувається? Неужели сегодня для властей України обеспечити финансовою допомогу единственный крымсько-татарський телеканал, це така запредельно вообще сложна задача, а тем более речі йдет о небольших деньгах, це всього лише 50 млн гривень. Якщо переводити в доллары, це чуть більше 1,5 млн грн, да, якщо я не ошибаюсь. Плюс ко всему, неужели так складно принять закон о коренных народах Крима то, о чём ми говоримо вже на протяжі 30 років, з момента провозглашення незалежної України. Тому це робиться буквально за одну неделю при желании, ми про що говоримо, да, а може бить і за два дня, в принципі тут нічого сложного нет. Тем більше, що, як ви вже отметили, в той же статьі перечислено, що ні копійки на обустройство виношних переселенців із Крима і оккупированних територій теж не заложено, в цей же статьі написано. То есть никаких расходів на Крим оккупированный государство нести не хоче, даже информационних, понимаете? То есть это вопрос, на наш взгляд, политического желания, если так можно сказать, ну воли политической, отнюдь не финансово. Да, це вопрос политической воли. Вы абсолютно правильно говорите. Но здесь важна позиция президента. Странно, почему не звучит президент, причём в унисон с министром закордонных справ. То есть я вот считаю, что они должны сделать чёткое и ясное заявление. Правительство должно принять срочные меры. Ну, мы имеем пример, как в прошлом году, когда также были проблемы с финансированием телеканалов. Правительство приняло меры, было принято решение, финансирование нашли, телеканал финансировался. Это была государственная и правильная позиция. Почему повторилась эта ошибка в этом году, абсолютно непонятно. Более того, парламент должен также проявить свою государственность и просто прочитать вот эту 60-ю статью резолюции Европейского парламента. Заклыкая Украину, Европейский парламент, приняты законы в Украине народа Украины. Давайте начнём хотя бы с этого. А это будет сигнал и уряду, который формирует наш украинский парламент, Конституцию Украины, принимать соответствующие меры. Да, спасибо, спасибо, Дмитрий, спасибо большое, что включились нам в эфир за поддержку, за здравые мысли, совершенно очевидные, но я не знаю. И спасибо вам, что вы делаете огромную важную работу и для Украины, для защиты интересов Украины, потому что Крым это Украина. И очевидно, что коренной народ Крыма, крымские татары, являются теми, кто не сдаст Крым и будет помогать украинскому народу также об этом не забывать и не сдавать Крым. Ну и плюс ещё одна новость, которую я хотела бы с вами обсудить, буквально несколько минут. Европейский Союз ожидает от России выполнения решения Европейского Суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Европейского Союза Жозефа Барреля. Давайте послушаем. Европейский Суд с правами человека постановил, что Алексея Навального следует негайно освободить. ЕС повторяет, что закликает российскую владу сделать это негайно. Мы ждем, что Россия выполняет свои международные обязательства, как подписан Европейской конвенции с правами человека. Пане Дмитрио, вот эти ожидания, они четны? К сожалению, мы слышали жёсткое заявление Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, который чётко сказал о том, что Российская Федерация готова разорвать отношения с Европой. Ранее, до этого, мы видели решение Российской Думы, которая приняла решение, что законы Российской Федерации превалируют над международным законодательством. Соответственно, Российская Федерация не будет считаться ни с какими заявлениями Европейского Союза, ни с какими-то решениями. Они будут считать, что их политика правильная, что они принимают правильные законы, что по этим законам правильно осуждают того, кого считают террористом. Об этом рассказывают всему российскому народу через телевидение. А вы знаете, какая мысль возникла? Хотел с вами обменяться. С одним неглупым человеком недавно общался по поводу того, что все это истории с Навальным и так далее, с этой поездкой Боррелли постыдной и с этими беспомощными заявлениями. Призываем маньяка остановиться, а он там в зубах ковыряется зубочисткой, переваривая очередного съеденного. Но смысл вот в чем, что мне кажется, вот этот человек, который мы говорил, сказал, что вот такая версия, я к ней склоняюсь тоже, что они просто так его не отдадут, конечно, но вполне возможно, они на кого-то его выменяют. Например, на оружейного оборона Бута, который в Америке сидит, или на какую-то такую фигуру, или на нескольких даже человек, людей, которые где-то попались у русской разведки, у кого-то. Что вы думаете по этому? Получается, торг просто идет, вот и все. Ну, российская власть неоднократно использовала человеческий ресурс, human asset, для того, чтобы иметь его как обменный резерв. Будет ли Навальный использован как обменный резерв? Ну, сложно сказать. Ну, наверное, это возможно, потому что Навального уже сравнивают с разными политическими деятелями, не совсем хорошими историческими, не российскими. Его, я думаю, что в информационной среде пытаются показать как не совсем российским, возможно, гражданинам. И я не исключаю, что такое будет возможно. Но, опять же, да, как долго российская власть будет держать его в тюрьме? Отсидит ли Навальный тот срок, который ему огласили? Либо же все-таки придется идти на компромиссии российской власти и каким-то образом договариваться в результате действия санкций с Европейским Союзом и со всеми мировым сообществом? Ну, пока сложно говорить. Хотя, Айдер, конечно, ваши слова, они намного более, как бы это сказать, реалистичны, чем то, что я сейчас пытаюсь задумать. Ну, либо, знаете, Дмитрий, либо Северный поток-2. Туда вложены такие политические ресурсы и подкоп, взятки, плюс непосредственно прокладка этого трубопровода. Ну, я думаю, что, конечно, они могут использовать это как дополнительный аргумент для того, чтобы, ну, давайте завершим строительство, запустим его, а потом мы посмотрим, то есть обмен может быть и на трубу, например. Вполне может быть. В Европейском Союзе имеет большое значение по принятию решения Европейского Союза Германия. Германия неоднократно заявляла о том, что она заинтересована в том, чтобы этот проект был совершен. Германия настаивает, что это не политический проект, это экономический проект. Ну, ее позиция в этом смысле предельно понятна и ясна. Она диверсифицирует свои риски, плюс создает очень четкий инструмент влияния на Европейский Союз, на континент. У нее есть свои геополитические выгоды в этом. В этом смысле она абсолютно, ну, так, цинично не смотрит в сторону интереса Украины, она смотрит в сторону интереса Германии. Поэтому вполне возможно, что Европейский Союз будет принимать решение в пользу ключевых игроков, то есть Германии, например, в принятии этого решения. И кто знает, смогут ли американцы, новая администрация Соединенных Штатов, президентом Байденом, остановить этот проект. Там совсем немного осталось для его завершения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!